Привет, ребята! Заповедная Мордовия с удовольствием присоединяется к фестивалю Росянка-фест. И сегодня мы проведем для вас викторину тайны Мордовских болот. Ну что, готовы? Поехали! Самые распространенные болота Мордовского заповедника названы по имени этого мха, обладающего высокой степенью гигроскопичности, высокой воздухонепроницаемостью и антибактериальными свойствами. Наличие болота имеет большое значение для этих животных. Летом они кормятся водной растительностью, спасаются здесь от жары и гнуса, даже часто прячутся в воду по самую шею. Что же это за животное? Согласно одной из примет Мордовского народа, 11 сентября эти птицы собираются на болоте уговор держать, каким путем дорогою на теплые воды лететь. Что это за птицы? На территории национального парка Смольный расположилась уникальная природная достопримечательность – озеро на болоте. Его название зашифровано в Ребусе. Об этой ягоде знали еще древние римлии, и не только знали, но и активно употребляли ее в пищу, считая, что вместе с этой ягодой они получают заряд бодрости. В Англии же эту ягоду называют журавлиной, за то, что зависть ягод с лепестками похожа на голову журавля. Что же это за ягода? Многолетний папоротник, который получил свое название за схожесть листьев с перьями экзотической птицы. Этот мордовский мифический герой приносит дом богатства и достаток, не брезгуя порой и лихаимства. Он виден только хозяину. Обладая невероятной силой, не может жить без работы. Не дашь ему занятия, так он все в хозяйстве порушит, а дашь – выполнит быстро и ловко. Он настырен, работу требует даже тогда, когда все выполнено, и приложить руку не к чему. Чтобы избавиться от его притязаний, обычно ему поручают невыполнимое дело – вычерпать воду из болота или свить веревку из песка. Отгадайте мордовскую пословицу по принципу игры «Где логика?» Белокрыльник болотный в Мордовии можно встретить на Осоковых, Ушицево-Свагмовых болотах. В лесных массивах, а также в черно-ольховых топиках и по берегам водоемов. Русское название растение получило за окраску прицветного листа, который напоминает белоснежное крыло голубки или лебедя. Садоводы и флористы часто именуют это растение и его близких родственников калами. Талисманом чего является белокрыльник. Русское родовое название подбел растение получилось за белой окраски нижней стороны листа. Научное же название дано этому растению за краску цветков, честь мифической красавицы, царской дочери, подданной на свидение морскому чудищу. Но освобожденную смелым персеем. Каково научное название подбела обыкновенного? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова